МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Командир танкового взвода, позывной Минск. Не могу не спросить, откуда у тебя такой позывной? Это комбат дал. Русские и белорусы. Дал нам экипажу белорусы, и я старший, Минск. Товарищ Минск, мы сейчас на запорожском направлении. Ты уже сравнился с ним наверняка? Да, здесь мы с прошлого года, с зимы, с декабря, на это направление нас направили. Уже, да, привык это. Когда забирали Работина, это было 23 февраля, за нами шла взвод пехоты на БМП. Мы шли в главном танке, прорывали минное поле. Ну, до Работины не доехали где-то километр. Подорвались на мине, разулись. Ну, я дал команду не покидать машину, пока не зараховываем боекомплект. Тем поддержали пехоту. Пехота нас объехала, это минное заграждение, на котором мы остановились, и прорвала оборону противника. Вы были первые коробочки, которые поехали, да, в то направление? Да, главная машина, танк был наш. Ну, вы тем самым спасли два беттера, которые сзади ехали. То есть беттер бы просто на АТМке вывернуло, наизнанку. Там бы пацаны, да, ничего не помогло бы. А как сами выбирались? Бегом, бежали. Пусть вокруг облетит? Бежим, выход слышим, ложимся. На минах, на мины. Разрывы. Неприятная история, конечно, но без потерь покинули. Ну, везде. Это было очень активное контрнаступление. Враг очень сильно огрызался артиллерией и впеведроны. Ну, потом все тфу-тфу-тфу. Товарищ Минск, когда первый раз прилетел, ты помнишь это состояние свое? Да, конечно, помню. Это незабываемый день. Я его еще не запомню. Перед штурмом, это была Золотая Нева, моей жены было 30 марта, день рождения. Я думал, позвоню, поздравлю ее после боя. Не получилось позвонить, потому что все в танке сгорело, все имущество. Это был ПТУР. Прилетел ПТУР нам в башню. И выкурали экипаж. Командир был ранен. Все, и сами потом эвакуировались. Механик, ну-ка иди. Расскажешь. Присаживайся. Мы механик. Мы с начала войны. После 30 марта 22 года, когда у нас ПТУР прилетел, там тоже бой такой как бы сильный был. Мы когда с танка выскочили, там со всех сторон нас накрывали все, что у них было. Пока оттуда выбирались под огнем, в этот момент объединились, да? Да, был моментик, что крайний раз мы с ним видимся. Мы лежали, вот я в кусты заполз, руки вот так вот закрыл, ну, уши все закрыл и как бы уже все думал. Не выберемся оттуда. Потом там вот БТРы подъехали, на БТРы прыгнули, и просто под таким шквалом огнем ехали. И как бы после этого момента уже, как бы решили, что, ну, раздельно не будем, короче, работать все вместе. То есть, Снегирь, как ты говоришь, два с половиной года? Два с половиной года на долг-квадрате. И говорите, что вы даже не ссорились ни разу? Ну, какие-то бывают бытовые там, сворти, ну, до такого, да. Серьезных ссор не было. Братик. Вот и младший позвонил. А вы держали линию обороны еще в 23-м году, когда был накат у них. Тогда прямо реально серьезный был накат. Они подтянули сюда все, даже челленджеры здесь. Да, были их машины. Леопардов очень много было. Много американской техники. Брэдли, М13. Ну, накатили они здорово. Мы выстрелили, как говорится. Не дали пройти. Чуть уступили, конечно, но потом забрали. Хорошо. Наша легендарная БВМ-очка. Так. Готовая к бою. Всегда готовая к бою. Обваренная. Вот здесь вот в основном защита от эстивидронов. РЭП. Очень мощный РЭП. Очень хороший. Техники не долетают. РЭП вы замыкаете на аккумулятор, да? РЭП, да, в танке. Есть специальный тумблер. Когда надо, включили. Когда надо, выключили. Здесь у нас борта наваренные. Дополнительная защита. Туда в основном РПГ метит. Тур. Башня защищена со всех сторон. Ага. Цепочечки, чтобы пивидрон не зашел в башню на подлете. И задняя цепка. Слушай, ну это одноразовая, да, такая история, рабицы здесь? Да, конечно. Один раз он попадет, если поменяем. Зато главный экипаж будет жив. Больше всего страшно, когда вот так вот стоишь и огневое воздействие по тебе наносится. Когда идешь в бой, как бы об этом уже не думаешь. Потому что у тебя другие задачи. Если ты будешь бояться, ты начнешь тупить, грубо говоря. А так просто ты сосредотачиваешься на работе, что тебе нужно найти цель, нужно правильно провести машину по маршруту. Особенно ночью, еще тяжелее. Как бы я скажу, это страх, адреналин забивает полностью, когда идешь в бой. Ну, птички очень сильно войну поменяли. Допустим, тяжелая техника, это первая цель. В нее может сразу прилететь 3-4 пиви, если, наверное, по дороге заметят, что передвигаются. Не тратят вообще, ну, не жалеют. Птичек бьют сразу. Жена Дарья, сын Михаил, вам привет. Только с победы приду. Я бы хотел передать предмет в первую очередь родителям. Маме, брату. И, ну, там, много кто меня знает, все, кто знают, всем привет большой. Скоро вернемся с победой. Шеврон у тебя зачетный сверху.